МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вольф Мессинг – самая загадочная и мистическая фигура 20 века. Предсказатель, экстрасенс, гипнотизер. Вообще невозможно понять, как человек с такой характеристикой мог жить в стране грозного Сталина, взбалмошного Хрущева и любопытного Брежнева. Из-за меньшей грехи КГБ накладывало на людей свою суровую лапу. Ответ на этот вопрос только один. Не исключено, что главный маг страны Советов сам работал на спецслужбы. И об этом в нашем документальном расследовании Вольф Мессинг – неизвестные предсказания. 7 сентября 2011 года недалеко от аэропорта Ярославля рухнул пассажирский самолет Як-42. На его борту находилось 45 человек, большинство из них – хоккеисты клуба «Локомотив». При взлете лайнер не смог набрать безопасную высоту, врезался в антенны маяка и, развалившись на части, упал вблизи аэропорта. 43 человека, в том числе вся хоккейная команда «Локомотив», погибли. 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском из-за ошибки диспетчеров столкнулись два самолета Ту-134. На борту одного из них находились игроки узбекского футбольного клуба «Пахтакор», выживших после столкновения МИД. 5 января 1950 года в Свердловске при заходе на посадку разбился самолет Ли-2. На борту находились 11 хоккеистов, врач и массажист команды ВВС, а также 6 членов экипажа. Все 19 человек погибли. Казалось бы, в этих трагедиях нет ничего общего, кроме того, что из-за роковой случайности погибли молодые и сильные спортсмены. Однако, по версии некоторых исследователей, существуют неопровержимые доказательства того, что между этими катастрофами все-таки есть какая-то необъяснимая мистическая связь. И указал на нее еще в 1974 году Вольф Мессинг. На Эннском аэродроме состоялась передача Красной Армии самолета, купленного на личные средства профессора Вольфа Григорьевича Мессинг. Эти уникальные кадры – единственное подтверждение того, что Вольф Мессинг действительно существовал. Человек с пронзительным и тяжелым взглядом он не любил, когда его снимали. Сохранились десятки его фотографий и только одна кинозапись. Эта пленка, снятая в 1943 году, долгое время хранилась в архивах спецслужб. Только спустя почти 40 лет после смерти пророка ее рассекретили. Как его назвать, скорее всего, в русском языке самое лучшее слово – это телепат. То есть человек, который может читать мысли других людей, видеть ближайшее будущее конкретных людей, может быть, даже стран. 4 января 1950 года к воротам Сталинской дачи в Кунцево подъехала машина. Минуя охрану, без всяких пропусков и препятствий, в дом прошел таинственный человек. Он направлялся прямиком в кабинет вождя. Это был Вольф Мессинг. В кабинете Сталина он провел около часа. Содержание всего разговора между пророком и вождем неизвестно. Но перед уходом Мессинг сказал Сталину «Завтра ваш сын Василий собрался лететь на самолете. Остановите его. Если он полетит, он погибнет». Вождь поверил пророку. Василий Сталин не полетел этим рейсом. Он поехал на поезде. Однако, чтобы проверить Мессинга, Сталин не отменил полет. На следующий день, 5 января, самолет с хоккейной командой ВВС разбился в аэропорту Свердловска. В этой квартире на Песчанке Вольф Мессинг провел последние годы своей жизни. Здесь хранились все его записи, большую часть которых разгадать невозможно. Мессинг часто зашифровывал свои записи. Сотни тетрадных листов с разными комбинациями чисел, понятных ему одному, до сих пор хранятся в архивах спецслужб. Однако, не так давно исследователи обратили внимание на странное, почти мистическое сходство. Некоторые шифров Вольфа Мессинга непостижимым образом совпадали с датами страшных авиакатастроф. В одной из записей пророка фигурируют всего две цифры, 79 и 11. Они были написаны в разной последовательности. Именно это натолкнуло исследователей на сенсационные выводы. Трагедия под Ярославлем, где погибла вся хоккейная команда «Локомотив», произошла 7 сентября 2011 года. 7 число, 9 месяц, 11 год. Получилось 79-11. Самолет с футбольной команды «Пахтакор» разбился 11 августа 1979 года. 11.79. Те же цифры, но в другой последовательности. Получается, Вольф Мессинг знал точную дату, когда произойдут эти катастрофы. Это сугерстия. Это одно из высших научных таких оплетений в этой профсиологической области, которое позволяет, она в развитии, которое позволяет мыслеформы передавать дистанционно. Он умел читать чужие мысли, предсказывать будущее и видеть события, которые происходили за тысячи километров. Одни считали его святым, другие – воплощением дьявола, третьи – отъявленным шарлатаном. Но кем на самом деле был Вольф Мессинг? Он обладал необъяснимыми способностями и всегда мечтал создать лабораторию для изучения своего дара, но высочайшего позволения так и не дождался. После смерти Мессинга из его квартиры исчезли все рукописные архивы. Но исследователи уверены – охотились в первую очередь за таинственным бриллиантом пророка. Этот камень в старинной золотой оправе Мессинг никогда не снимал. Видела этот бриллиант и видела это кольцо. И однажды, спустя много лет, уже будучи в Москве, я у одного художника, вот, Эдуарда, я увидела перстень именно оправу. Там был аметист. А оправа очень похожая была на… и аж сдрогнула. Он был его талисманом. Многие утверждали, что именно в этом камне таится необъяснимая сила ясновидца. Но подтвердить или опровергнуть эту догадку нельзя. Ведь найти бриллиант так и не удалось. А значит, еще одна загадка Вольфа Мессинга остается неразгаданной. Просто-напросто, когда Мессинг умер, ключи от его квартиры находились у главного врача той больницы, где его оперировали. Но когда пришли люди описывать его имущество, то в квартире был беспорядок, а он был очень аккуратный человек, и бриллиантов не было. Следов взлома на замках не было. Уже после смерти пророка лучшие советские медики тщательно изучили его мозг, стараясь раскрыть тайну великого предсказателя. Но их ждало разочарование. Ничего особенного они не обнаружили. Секрета своего уникального дара, неразгаданного и поныне, Вольф Мессинг унес в могилу. Я присутствовал при вскрытии Вольфа Григорьевича. Мозг к небольшому разочарованию оказался совершенно обычным. Никаких структур не было необычных ни снаружи, ни внутри. И мы попросили его сохранить мозг. Я лично сам в банке с формалином отвез в институт мозга, где он, насколько я знаю, до сих пор хранится. Мы надеялись, может быть, придет время, когда техника медицины стоит настолько более совершенной, что что-то можно будет определить. Мозг Вольфа Мессинга до сих пор хранится в Питерском институте мозга. Но вряд ли в ближайшие десятилетия ученые смогут исследовать его в полной мере. Современная медицина пока не обладает технологиями, которые способны помочь разгадать феномен Вольфа Мессинга. У нас там, допустим, шестового уровня, та техника, которая на Земле. Чтобы увидеть те процессы, которые с нами творятся, это надо 22-го уровня мете и дорасти до этого. С ильзом в плане. Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 года в польской деревне Гура-Кальвария. Он рос необычным ребенком. Соседи его боялись и старались обходить стороной дом Мессингов. Ведь любая фраза, брошенная этим дьяволенком, а именно так называли Вольфа соседи, сбывалась. Однажды утром мальчик сказал отцу, завтра в соседней деревне случится сильный пожар. Сгорят несколько домов, но никто не погибнет. Мессинг старший сыну не поверил и сильно наказал. Но на следующий день в соседней деревне действительно случился пожар. Сгорели три дома. Их жители чудом сумели спастись. Эти способности присущи многим детям. До пяти лет дети все, можно сказать, ясновидятся. И все-таки Мессинг был особенным. Он уже тогда чувствовал, что обладает необъяснимой силой, которая порой пугала даже его самого. В набожной семье Мессинга необычные способности Вольфа считали не чудом, а проклятием. И чтобы избавиться от бесконечных отцовских наказаний, Мессинг решил бежать из дома. Он сел в первый попавшийся поезд и заснул. Проснулся юноша от того, что его кто-то тряс за плечо. Это был контролер. Мессинг в ужасе протянул ему обрывок газеты, который подобрал на полу вагона. Больше всего на свете ему захотелось, чтобы контролер принял эту грязную бумажку за билет. Мужчина взял обрывок и спустя несколько секунд вставил его в компостер. Через два часа будем в Берлине, сказал он Мессинг. Берлин ошеломил Мессинга своей масштабностью, шумными улицами и холодным безразличием. Именно в этом городе закончилось его детство. Мессинг устроился посыльным в один из богатых домов. Носил мешки, мыл посуду, чистил обувь. Денег, которые он получал, едва хватало на еду. Однажды на Берлинской мостовой юноша упал в голодный обморок. Его привезли в больницу, где врач констатировал смерть и распорядился отправить тело в морг. Но какой-то студент-медик заметил, что сердце Мессинга все еще бьется. Это состояние медики называют каталепсией, когда все функции организма замедляется. Дыхание почти останавливается, а пусть не прощупывается. Когда Мессинга привели в чувство, первое, что он увидел, было лицо профессора Абеля. «Только не звоните в полицию», прошептал юноша. Профессор очень удивился. «Я ведь ничего не сказал». «Зато подумали», ответил Мессинг. «Канал формируется, если с ним постоянно работать грамотно, то есть система медитации, вы усиливаете этот канал, и как бы он расщищается, и он более мощно работает». Абель сразу понял, что Мессинг обладает уникальными способностями. Никогда еще ученый не встречал человека, который умеет читать чужие мысли и может по собственному желанию входить в состояние каталепсии. Профессор проводил опыты с необычным пациентом, но разгадать тайну Вольфа Мессинга ему так и не удалось. Тогда Абель привел юношу в Берлинский цирк, где номер Вольфа Мессинга очень скоро стал гвоздем программы. В большом стеклянном гробу три дня в неделю он лежал на грани между жизнью и смертью. Природа его одарила каким-то даром сверхъестественным, который нам, людям, сегодня еще, наверное, непонятен. Это такие небольшие штрихи сил, энергии, талантов, которые человеческий организм, человеческий мозг, наверное, владеет. И у него, я думаю, это было... Я не помню случаев, когда кто-то рассказывал, я где-то читал, лично сталкивался с его ошибками. Он как-то сказал моей маме, что если врач на 50% успешен в своей практике, он уже считается великим врачом. Мессинг, он за себе любил говорить, или всегда говорил, в третьем лице, Мессинг не должен совершать ни одной ошибки. Своё первое серьёзное пророчество Мессинг делает в 1914 году. Несколько месяцев его не покидает чувство надвигающейся беды. Мессинг видит, как по улицам европейских городов идут усталые солдаты, кругом бомбёжки, страдания и крики людей. Летом 1914 года Мессинг назовёт точную дату начала Первой мировой войны. В начале августа этого года Европа будет охвачена войной, которая закончится спустя 4 года в 1918 году. Мессинг не ошибся. 1 августа 1914 года Германская империя объявит войну России. И это станет началом одного из самых кровопролитных конфликтов 20 века. Мессинг возвращается в Польшу. На родине имя человека, который предсказал войну, знает каждый. Люди ищут встреч с пророком, просят помочь найти пропавших на войне близких. За тайными консультациями к Мессингу обращаются даже политики. Каждый день к нему приходят десятки людей. Он знает мысли каждого из них. Кто-то проверяет его, пытается понять, кто он такой. Великий колдун или слуга дьявола? Шарлатан, обычный фокусник или сильный гипнотизёр? Но Мессинг не подходит ни под одно из этих определений. Кто я? Не знаю. Знаю лишь одно. Сила, которой я обладаю, самая главная загадка, разгадать которую не могу даже я сам. Он очень мучился. Он очень мучился. Он это нам говорил. Моя мама Зиночка, мне так тяжело, потому что я знаю, что они думают. Я общаюсь с людьми, я всё время... Вот это очень действительно для человека, видимо, большая ноша, большая, очень сложная. Потому что ты говоришь человеком, и всё знаешь, что он думает. Лукавит он, обманывает, не любит. Ну, какие-то... Наверное, это нелегко. Это последнее интервью известного актёра Бориса Хмельницкого. Очень давно судьба столкнула артиста со знаменитым пророком. Именно Вольф Мессинг сыграл в жизни известного актёра мистическую роль. Он мне говорит, так, Борис Хмельницкий, ты приехал поступать в институт. Я говорю, да. В театральный. Я говорю, да. Тоже не уделся. Значит, так. А я уже сдал два экзамена, как бы первый тур прошёл, Когда ты пойдёшь на последний экзамен, значит, ты перед этим узнай имена экзаменаторов. Имена. И мне там, чтобы я целый день не думал, не внушал им. Ты мне позвони. Он говорит, ну, когда ты уже пойдёшь уже туда, поближе уже к последнему, вызвать тебя, тогда мне перезвони. А я им скажу, чтобы тебя приняли. Типа этого. Но перезвонить у Хмельницкого не получилось. На экзамен его вызвали раньше, чем он ожидал. Времени не было, и Борис вошёл в аудиторию. Экзаменационное задание Хмельницкий сдал на одном дыхании. Как будто кто-то был постоянно рядом и вселял в него уверенность. Я звоню ему, говорю, Вольф, Горь, понимаете, больше всё нормально, тебя уже взяли, тебя уже приняли. За свою карьеру Борис Хмельницкий сотни раз вспоминал слова пророка. Не бойся, Вольф Мессинг всегда с тобой. Хмельницкий и Мессинг виделись нечасто. И с годами актёр понял, каким тяжёлым бременем был для Мессинга его дар. Хмельницкий долго хранил тайну пророка и рассказать о ней решился только перед смертью. Нагрузка огромная на психику человека, это и благо, может быть, а может быть, и предвидеть всё и знать, что что-то случится, а человек помочь не может, может быть, или знать всё в будущем, предположим. Не хотелось бы знать день своей смерти. Но Мессинг постоянно жил с этим знанием. Это был его дар и его поклятие. В 1939 году в Варшаве Вольфа Мессинга снова не отпускает странное чувство беспокойства. Пророк знает, скоро случится беда. Он с ужасом ждёт очередного видения. Ну, как всегда, на секунду затормозил себя и ответил, победа будет за Польшей, победа будет за Советским Союзом. О пророчестве Мессинга тут же донесли Гитлеру. Фюрер был в ярости. За голову ясновидца он назначил баснословную награду 200 тысяч марок. Мессингу пришлось бежать из своей квартиры. Каждую ночь он менял гостиницы, ночевал у друзей, менял города и пытался изменить свою внешность. Но конспирация не помогла пророку. В один из дней его арестовали прямо на улице и бросили в одиночную камеру. Мессинг знал, если ему не удастся уйти сейчас, его ждет смерть. Напрягая последние силы, он мысленно заставил прийти в свою камеру находившихся в участке полицейских. Когда все они были внутри, Мессинг быстро вышел в коридор и закрыл на засов тяжелую дверь. Он бежал, переплыл через реку Бук за плату и остался в Советском Союзе. Зимой 1939 года Мессинг тайно пересекает советскую границу и оказывается в Бресте. Без документов и денег пророк первое время вынужден ночевать в синагоге на полу. Неизвестно, как бы дальше сложилась судьба Мессинга, если бы однажды на улице к нему не подошли два человека в штатском. Сталин заинтересовал ему навязали, что вот такой человек перешел границу и он это знает это он знает это он понимает хочу встретиться с ним и он с ним встретился. Первая встреча Мессинга со Сталиным длилась несколько часов. Вождь, конечно же, слышал о всемирно известном телепате и его предсказаниях, но ему было необходимо лично удостовериться в силе и возможностях загадочного Мессинга. И решили знаешь что, давай, говорит, пусть он пойдет в банк и получит такую сумму. Вольга, говорит, согласился, только чтобы были бы люди, а то получается он вор и его обратно не выпустить ни туда, ни сюда. Составили комиссию, пришли в банк, те все стояли, как будто пришли по делу и Вольга, говорит, подошел к человеку. Мессинг протянул кассиру, вырванный из тетради листок. Тот посмотрел на листок, затем поднял глаза на Мессинга и начал отсчитывать 100 тысяч рублей. Пророк молча забрал деньги и вышел из банка. Через минуту он вошел снова и протянул тому же кассиру пакет с деньгами. Зафиксировали, уписали, все в порядке, над этим, простите, вы хотите, говорит, обратно положить деньги? Он говорит, нет. А зачем вы мне ее даете? Да вы мне их сейчас сдали. Как я ее сдам? Вот так поняли, что гипнозом он затеялся. Сталин быстро понял, что Мессинг может стать незаменимым орудием разведки. С его сверхспособностями можно не только узнавать планы руководителей Третьего Рейха, но и управлять их действием. Сталин приказал Берии собрать лучших ученых и во что бы то ни стало разгадать феномен Мессинга. Так, в начале 40-х, специально для изучения сверхвозможностей человека, в первом главном управлении при Совете Министров был создан секретный отдел, в который входили академики Курчатов, Далежаль, Арцемович и Алиханов. Мой отец стал говорить о том, что вот их очень серьезная организация занимается передачей мыслей на расстояние, исследованием людей, которые обладают такими способностями. А он в это время работал в первом главном управлении при Совете Министров СССР. Эта организация занималась, можно сказать, наиболее важными вопросами обороны. И вдруг разговоры о Мессинге. С Мессингом обходились очень аккуратно. День и ночь гениальные советские ученые с помощью современных технологий, различных опытов и тестов пытались разгадать необычный Дарвольф и Мессинга. Но как ни старались академики, разгадать природу его способностей у них не получалось. Интерес управления к этим опытам возник под влиянием немецких опытов. Немцы очевидно что-то делали вот в этом плане. Разгадать физическую природу вот этой передачи мысли. Но неожиданно для Берии с Мессингом возникли проблемы. Пророк наотрез отказался быть подопытным кроликом. Его не прельщала судьба придворного выясновиться. Но Берия не оставлял свои попытки. Время от времени Мессинг исчезал на несколько дней. Никто из близких не знал где он и когда вернется. Он говорил на больших площадках таких Оль ты знаешь что если когда-нибудь кто-то придет штатском и заберет меня ты продолжай работать как ни в чем не бывало. Когда он мне раньше говорил это я ведь никогда не работала полной концерты. у меня сразу было волнение и страх перед тем как его и когда он я жду его нет я уезжаю допустим на песчанку жду его там. Когда увозили пророка с кем он встречался и что делал об этом Вольф Мессинг никогда и никому не рассказывал. Встречи проходили в строгой секретности никаких пропусков и протоколов. Ничего что могло бы пролить свет на мистическую деятельность Вольфа Мессинга. И когда он приезжает изнеможденный весь вот тут конечно он становится вы знаете вот эти глубокие морщины которые у него были они были видны и когда он начинал рассказывать что-то и потом замыкался он никогда не рассказывал об этом. Начнет говорить но я знала что он был так. Иосиф Сталин хоть и верил в способности Мессинга но до конца не доверял пророку. Вождю никак не давал покоя факт побега Мессинга из хорошо охраняемой немецкой тюрьмы. Он все чаще задавался вопросом а не позволили ли Мессингу бежать не был ли он немецким шпионом. Разговор шел 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 и дошел но как вам удалось эти немцы фашисты вы могли удрать как вам это удалось а я загибнетизировала как ну вы же уже убедились там ну человек проходит мимо хорошо им сейчас докажу Мессинг взял обычный лист бумаги и вышел из кабинета глядя на человека стоящего у выхода он медленно протянул ему листок Мессинг управлял его мыслями и движениями человек в форме посмотрел на пустой лист бумаги и пропустил ясновидца Беррия подставлен Беррия был они опешили ну тогда такого человека надо беречь и они берегли его в СССР Мессингу дали лучшие площадки для его психологических опытов он гастролировал по всей России часто посещал закрытые города с какой миссией пророк задерживался там по нескольку месяцев станет ясно позже существует старое определение сексот секретный сотрудник то есть негласный сотрудник в законе об оперативно-розыскной деятельности упоминается общее собирательное слово конфидент в отношении этого то есть конфиденциальный сотрудник Мессинг несколько раз в месяц посещал московскую квартиру военного дипломата Александра Игнатьева который еще в дореволюционное время был руководителем российской агентурной разведки во Франции а при Сталине стал генерал-лейтенантом я просто ссылаюсь в своей книге на Шенфельда который в своих документальных мемуарах описывает что Мессинг собирал информацию у населения а затем передавал одному ответственному работнику спецслужб советских в центре города Москвы приходил к нему якобы в гости и об этом говорил вот такая вещь такой у них был контакт был ли Мессинг агентом НКВД рассекреченных документов подтверждающих это нет но один факт из жизни пророка позволяет сделать такие выводы в начале сороковых годов Мессинг попал во внутреннюю тюрьму НКВД Узбекистана там провидец просидел несколько месяцев вместе с ним в одной камере оказался его соотечественник переводчик Игнатий Шенфельд два польских еврея быстро нашли общий язык и по воспоминаниям Шенфельда которые вышли в 1989 году сразу после выхода из тюрьмы Мессинг стал сотрудничать с советскими спецслужбами используя свои экстраординарные способности пророк готовил высококлассных разведчиков следует учесть что секретные дела подобных сотрудников они имеют определенные грифы и получить документальное подтверждение этому сейчас нельзя тем более что гриф секретности порой наложен на личные данные 75 лет новосибирск 1943 год выступление Вольфа Мессинга в зале сотни человек и всех их волнует только один вопрос когда закончится война тихо спросит Мессинга пожилой врач пророк на минуту замолкает и погружается в состояние каталепсии победа будет за Польшей победа будет за Советским Союзом и война кончится вот такого такого то числа с конца 1943 года с секретными гастролями Мессинга покончено пророк окончательно возвращается в Москву зала на его психологических опытах всегда переполнены часть средств он жертвует на строительство военных самолетов вот это кстати придало ему и такой пропуск что ли допуск к афишам к аудитории это очень оценили его поступок то что он выносил большие деньги и опять рассвет Мессинга во время войны когда все хотели чудо гадалки там необыкновенные люди которые отгадывали судьбу и Мессингу верили Мессингу очень верили 31 сбитый немецкий самолет на боевом счету сталинского сокола профессор Мессинга от всей души желает победного пути пилоту истребитель Мессинга летает как заколдованы более 30 боевых вылетов и столько же сбитых фашистских самолетов после войны летчик Константин Ковалев признается когда вражеские пилоты видели на кабине фамилию Мессинг они начинали делать ошибки внутренний страх перед провидцем и его силой лишали опытных немецких летчиков уверенности в себе когда он подарил второй самолет Вольф хотел еще подарить танк и Мессинг и Сталин сам его остановил это мне рассказал сам Вольф а 9 мая 1945 года Мессинг получил телеграмму от Сталина а телеграмма Сталин у меня лежит и он ему сказал не надо вы достаточно много сделали мы вам верим и так далее и тому подобное он говорит да да разрешите мне показать людям что сверхъестественного нету есть что-то такое что мы не знаем после этой телеграммы Мессинг попросит Сталина больше не устраивать с ним встречу и недавно внезапную смерть Сталина так и останется тайной но после смерти вождя жизнь Мессинга тоже оказалась на волоске от гибели Лаврентий Берия который попытался захватить власть в свои руки рассчитывал что в этой борьбе Мессинг будет ему полезен но пророк снова отказался и опасаясь за свою жизнь бежал из Москвы опять гостиницы и незнакомые лица он возвращается в Москву когда к власти уже приходит Никита Хрущев Хрущев сразу понял что Мессинг может быть ему полезен перед 22-м съездом партии он вызвал к себе пророка Хрущев просил Мессинга солгать он хотел чтобы пророк выступил с заявлением будто к нему в видениях является Ленин и просит убрать тело Сталина из мавзолея Мессинг отказался простите меня но я с миром мертвых не общаюсь и в спиритизм не верю после этого у гипнотизера начались проблемы с концертами Вольф Мессинг стал неугоден новой власти отец пытался дальше заинтересовать руководителей страны этим в 59-м году ему довелось не раз сопровождать участвовал в делегациях вместе с Хрущевым и он лично говорил Хрущеву об этих явлениях и что надо какой-то институт какие-то силы бросить как-то исследовать но Никита Сергеевич это не интересовало казалось что пророка забыли навсегда в Москве больше не было афиш с его именем из столичных залов Мессингу пришлось перебраться в сельские дома культуры болезненно относился и к критике потому что внижение постоянное что ты талант и ты не можешь работать тебе постоянно терзает эта мысль что ты завтра останешься без куска хлеба в такие моменты Мессинг больше всего хотел быть обычным человеком и не страдать от чужих мыслей он слышал их постоянно порой просыпался от надоедливого гула в голове он мог изменить судьбу человека мог оградить его от опасности но Мессинг старался не делать роковых предсказаний только предостерегал как сложится жизнь его единственной ученицы Ольги Мигуновой Мессинг знал с их первой встречи и как мог готовил ее к ударам судьбы сказал ты знаешь что девочка тебе слишком много придется и бойся цифру 6 все твои близкие уйдут будет где цифра 6 Мессинг как всегда не ошибся все трагические события в жизни Ольги Мигуновой сопровождала цифра 6 и по роковому стечению обстоятельств в этот момент она всегда была на гастролях мы работаем в Калининграде с ним я работаю мне было 19 лет в то время звонок раздается мама говорит Оля срочно приезжай папе было 46 лет казалось здоровый мужчина 46 лет крупостное воспаление легких как он может умирать 46 лет он умирает после Вольфа Мессинга уже вот БАМ стройка века у меня брат Володя 26 лет главным инженером на БАМе звонок тоже срочно вылетай погиб он вытаскивает своих сослуживцев и БАЛКА последний и обваливается он погибает последней потерей для Ольги Мигуновой стала смерть ее мамы она умерла в 86 лет всего полтора месяца не дожив до своего дня рождения все произошло так как и предсказал Вольф Мессинг на Дома концерта в 66 году он рассчитал какие-то цифры они стали загадкой моей рукой написано Вольф Мессинг мне написал что-то хорошее вот тот самый концертный билет размытые цифры едва читаются но Ольга помнит их наизусть написанные рукой Мессинга они так и остались неразгаданной загадкой еще одной загадкой пророка вот эти цифры я очень много гадала возможно это 16 лет рождения моей дочери внучки которая потому что я вижу продолжение в ней вот сейчас может быть это может быть какой-то произойдет рубеж тот который в моей жизни наверное не знаю вот это для меня загадка еще одна загадка Вольф Мессинга в провинциальных городах вдали от Москвы Мессинга не отпускает странное чувство беспокойства постоянные видения не оставляют у пророка сомнений мир на грани новой войны предсказаний конфликта между СССР и США было в это время множество ждали этого и накануне этого ведь было до этого несколько берлинских кризисов только что в 61-м году уже наши танки стояли можно сказать борт-оборт в октябре 61-го года в Берлине и могла война разразиться в октябре 1962-го года из-за размещения советских ядерных ракет на Кубе отношения между США и Советским Союзом накалились до предела холодная война была в самом разгаре и один неверный шаг мог привести к непоправимым последствиям в это время Мессинга который гастролировал по провинциальным городам спешно возвращают в Москву по личному приказу Никиты Хрущева Мессинг действительно говорил что боялись войны из-за Лаоса боялись войны из-за Конга ну из-за Кубы когда Никита Сергеевич в 60-м году заявил что и мы в ответ империалистам готовы запустить ракету которая летает на 13 тысяч километров и ему там записку пишут мол на 30 тысяч он сказал на 30 тысяч километров он говорит ему записку пишут ну да говорит меня поправляют 13 тысяч но этого достаточно чтобы разнести Америку к чертовой матери Хрущев явно блефовал и нервы руководителя страны были на пределе но назад дороги не было и чтобы этот блеф выглядел уверенно Хрущеву было необходимо чудо и это чудо мог дать только Мессинг по просьбе Хрущева к Вольфу Мессингу обратился человек знавший пророка он пришел к Мессингу и спросил Вольф Григорьевич слышали о блокаде Кубе если атомная война это конец Мессинг велел когда войдет в состояние самокаталепсии дать ему карандаш и бумаг и вот когда пульс пророка почти не прощупывался а зрачки не реагировали на свет врач вложил в его крепко сжатую руку карандаш Мессинг написал всего два слова мир будет пророчество в тот же день дошло до Хрущева а через несколько дней президент США Кеннеди предложил Советскому Союзу демонтировать установленные на острове ракеты в обмен на гарантии США не нападать на Кубу и не свергать режим Фиделя Кастро Карибский кризис продолжался 13 дней и в это время человечество впервые в своей истории оказалось на грани самоуничтожения Никита Сергеевич брал блефом и это не случайно ракет на самом деле у нас был кот наплакал и Пеньковский все это выдал и выяснилось что у нас не больше 30 ракет и поэтому вот такая шла без конца вакханалия этих угроз этих заявлений но очевидно в этой вот обстановке Мессинг мог без труда предсказать очередной кризис который кончится благополучно после этого предсказания Хрущев больше никогда не обратится к Вольфу Мессингу но пророк получит возможность снова вернуться в Москву и выступать со своими психологическими опытами в 1959 году на одном из концертов Мессингу передадут записку с вопросом прочитав ее пророк станет пристально оглядывать всех сидящих в зале людей найдя глазами человека который передал записку Вольф Мессинг произнес конца света не будет по крайней мере так как вы его себе представляете вот сюда подъехало такси из него вышел Вольф Григорьевич и вошел вот в эту калиточку калиточка была не совсем эта но на том самом месте был он невысокий сухощавый в шляпе типа канатье и мне показался похож на старика Хатапыч вот дом в котором собственно мы с ним прожили две или три недели и вот окошко вот второе окошко это как раз был папин кабинет Наталья Хвостунова была лично знакома с Вольфом Мессингом ее отец известный московский журналист Михаил Хвостунов в 1963 году записал мемуары загадочного пророка книга Вольф Мессинг о самом себе сегодня единственный документальный источник написанный со слов самого Мессинга и приоткрывающий завесу тайны над загадочной личностью предсказателя и его пророчествами с самого начала папа ему сказал пожалуйста Вольф Григорьевич в нашем доме без чертовщины то есть там никаких этих самых проявлений ваших способностей не надо там не пугается мою дочку мы с вами будем просто работать это комната Вольфа Мессинга в ней пророк прожил несколько недель пока шла работа над книгой каждый раз как приезжал отец Наталья устраивалась в кресле в соседней комнате и с жадностью слушала истории рассказанные Мессингом папа мне говорил что он проверяет эти факты каким образом он это делал я тогда не интересовалась но он говорил что он что он это делает что он не просто доверяет Вольф Григорьевич но и проверяет и каждый раз в общем-то все совпадало то есть не возникало никаких сомнений и выскоренности Вольф Григорьевич в конце 1959 года Мессинг почти прекращает концертную деятельность причина тому тяжелые болезни его любимой жены Аиды у нее рак и Мессинг точно знает что жену ему не спасти на очередном осмотре знаменитый онколог Блохин успокаивает мужа Вольф Григорьевич болезнь еще до конца не изучена даже в таком состоянии у пациентов случается наступают улучшения и живут еще долгое время он не дослышал не говорите чепухи я не ребенок я Вольф Мессинг она не поправится она умрет и она умрет 2 августа 1960 года в 7 часов вечера жена Вольфа Мессинга Аида Рапопорт уйдет из жизни в точности как предсказал ее муж после похорон Мессинг впадет в глубокую депрессию и закроется ото всех почти 9 месяцев никто ничего не услышит о пророке последнее его выступление состоится в Москве в кинотеатре в 1974 году в этот вечер Вольф Мессинг будет в ударе все опыты выполнит безукоризненно сразу после выступления у Мессинга будет видение позже он запишет в дневнике я сегодня видел большое количество народа многие держали в руках цветы это были мои похороны я вижу могилу Аиды а рядом с ней памятник на котором большими буквами выведено Вольф Мессинг и годы 1899 1974 это было последнее предсказание великого Вольфа Мессинга в начале ноября 1974 года его увезли в больницу пророку предстояла несложная операция на суставах ног которые он повредил еще во время войны все из окружения Мессинга надеялись что он поправится и только сам пророк знал что из больницы он не вернется через два дня после успешно проведенной операции у Мессинга начались осложнения он умер 8 ноября ровно в 23 часа как и предсказал операция прошла сама удачно и кровоснабжение было восстановлено к обеим конечностям а умер с осложнениями что в общем-то в те времена в советском союзе когда медицина спотыкалась как правило в послеоперационных периодах врачи были замечательные руки были изумительные а вот уход и инфекции часто убивали людей после смерти пророка из его квартиры неизвестные люди в штатском вынесли несколько запечатанных коробок в них был архив Вольфа Мессинга среди книг исписанных тетрадей и вещей ясновидца искали знаменитый бриллиант но камень так и не нашли расследование пропажи бриллианта Мессинга длилось недолго всего через несколько недель дело в спешном порядке закрыли занимался расследованием это дело следователь по особо важным делам МВД СССР Дайнеко полковник очень известный человек это не было раскрыто Мессинг умер осенью 74 года прибавьте к этому что 2050 год когда возможно наконец снять гриф секретности если не будет на то какого-то высочайшего повеления меньше снять Вольф Мессинг самая загадочная фигура 20 века его имя боялись произносить вслух а его пророчеств ждали как спасение после смерти и сновидца десятки людей пытались разгадать тайну Вольфа Мессинга пока это не удалось никому куда исчез знаменитый бриллиант пророка неизвестно до сих пор как и то где находятся его архивы говорят что в своих записях Вольф Мессинг предсказал войну в Афганистане и распад Советского Союза что еще знал о будущем пророк и о чем не успел предупредить ответы на эти вопросы до сих пор хранятся в пыльных папках под грифом совершенно секретно Вольф Мессинг по воспоминаниям знавших его был не только человеком выдающихся способностей но и очень умным человеком не исключено что если бы он был жив он бы просто посмеялся над нашими неуклюжими попытками придать мистическую значимость его скользь сказанным словам говорят Мессинг очень любил повторять фразу Пабло Пикассо который на вопрос о секрете собственной гениальности всегда отвечал юным журналисткам Милочка никакого секрета просто когда я был молод мне очень нужны были деньги а у меня было много друзей-журналистов отец 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 Продолжение следует...